Смотрите на Томаса. Мы только вышли во двор и он слышал наш голос и сразу прыгнул на окно. А там сетка. Он не может выпрыгнуть и смотрит. Нечего. Томас. Мы пришли в гараж с утра пораньше, пока не сильно жарко. Сейчас попытаюсь отремонтировать. Вот общими усилиями мы с Риной сделали колесо. Кое-что я, кое-что он. Мы поменяли полностью шину на этом заднем колесе. Ну все, теперь я могу ездить. Осталось только купить мне вот этот замок. Короче, потому что я вчера Никита ездил в супермарк. Я ему отдала свой. Потому что его уже поломался. Он старенький был. Я ему отдала свой. А мне надо будет купить тогда, чтобы можно было закрывать велосипед. Ну все. С утра пораньше пока не жарко. До жары уже сделали. Смотрите, какая прелесть. Только что Рину вырезал на своей машине. Да? Красивая картинка. Ну, ты молодец. Кто у него? Такой станок. А? Да. А тебе да и ровите. Вот такой станок. Сейчас он уже выключен. Вот только что он сделал такую картину. А? Красиво? Угу. Срава. Было? А вот и я. Привет, друзья. Чао-чао. Это у нас, так можно так сказать, продолжается карантин. Так как Рину сейчас в отпуску хотел сказать на больничном. Вот. До конца недели. Пока до конца недели. Потом видно будет. Как у него будет с рукой. Так. Но дело в том, что выходить ему нельзя. Потому что в Италии могут проверять. Могут быть проверки. Могут прийти домой и посмотреть, действительно ли ты дома болеешь или нет. Поэтому целый день вот приходится сидеть дома. И мне тоже. Так как машины нет пока. Вот. Ну, только что велосипед хотя бы исправили уже хорошо. Вот. Надо будет договариваться уже снова с Катюшей. Вот. Когда она сможет пойти ходить в спортивный клуб. Не помню. Если не на этой неделе, то на следующей неделе точно. Вот. Чтобы уже не на автобусе ехать, а на велосипеде. Потому что на автобусе, как говорится, накладно ездить. Вот. Вот. Спортивный клуб. Уж лучше, как говорится, накачивать мышцы. Крутить педали. Вот. И вот так вот, да, проверяют. Я не знаю, как в других странах. Вот когда я, сколько была на больничном в Молдавии, когда жила в Тирасполе, вроде как меня никто не проверял. Вот. Вот даже если у человека палец, например, болит, и он по какой-то причине не может работать, какая у него работа, связанная с пальцем, он не может работать, ему дают больничный, даже с палец болит, и ему все равно выходить нельзя, потому что ты на больничном должен дома сидеть. Представляете? Я сорвала лист календарный за июнь месяц. У нас уже 2 июля. Вот. Делаю всякие для... Чтобы списать, что надо купить. Как это? Списк. Для списков, в общем. Режу на всякие эти самые. Такие вот всякие листочки. Ой, сейчас 10 часов. Мы уже не знаем, что делать. Как-то, савелоспет отремонтировали в гараже. Вот. Рину там установил свой вот этот вот станок. Как-то он там что-то замудрил, что-то переделал. И вот он вырезал, попробовал, попробовал вырезать вот эту картину красивую. Сейчас он ремонтирует мой фен. Ну, я фен забарахлил. Ну, а я тут пришла с вами поздороваться. Выпить свой витамин D. Уже выпила. Потому что, как всегда, я его пью в начале месяца и в середине месяца. Ну, и порезала вот эти листочки. В общем, все такое. День начался. Или начался. День начался все-таки. Смотрите, какие тут тортики. 21 евро, 20 евро, 29 евро. Это торт. Торт мороженое все, 32 евро. Торт мороженое. Мы приехали сюда взять, покушать мороженое. Сейчас какой-то выберем. О, это индийский ресторан. Мамасты. Интересно, что за индийская кухня. Ой, наверное, пикантная. Наверное. Так, я взяла себе йогурт и вот такой вот вишневый. Это прикольно. Ага, все, все, увезьте, увезьте. Сейчас зажуем такую жару. У нас снова жара такая. Вечером снова ожидается какой-то дождик. Вчера были тут молнии, гром и молнии. Но дождик мало было, дождя. И сегодня будет мало. Сегодня вечером поедем снова к Сюкрой. Посмотрим, надо будет полить, полить не надо. Томас и его еда. Накупили ему уже 10 баночек таких разных. А он сидит довольный. Встречает нас. Встретил парень. Так, жду ли мы сейчас вот выйдем. Мы поедем снова к Сюкрой. Примерно полночь ожидается гроза. Возвольная гроза. Мне тут только что сообщение прислали. Ой. Короче, мы в городе были по делам. По автомобильным делам. Искали машину. Я приехала в домашнюю палатку. Их не в домашних штёвках. Потому что всё равно там штёвки переобую. Если что, если надо будет в огороде копаться. По гусаркам мы нигде не будем останавливаться. Понятно? В общем, поехали. Вот у нас небо. Будет не будет дождь. Но я сейчас посмотрю по земле. Вот даже не знаю. Вчера тоже у нас обещали дожди. Я не полила. Тоже земля более-менее нормальная была. Сегодня у нас такая жарища. Было такое пекло. Что я думаю, наверное, надо полить. Или не знаю. Будет дождь. Никакой будет дождь. Потому что, кто знает, может завтра не получится приехать к Сюкрой. Завтра я работаю с утра. Потом после обеда у нас дела. Снова будут. В общем, такие вот дела. Все в делах, блин. А там у нас оружейный магазин. Вот ни разу не показывала вам. Видите, там мечи. Там что только нельзя найти. И для охоты, и для стрельбы, и для... Ой, Господи, как это называется? В общем, охотников всяких. А, для рыболовства. Вот, хотела сказать. И даже там лук есть, чтобы стрелять из лука. Представляете, я видела как-то. И лук настоящий, и арбалеты. В общем, чего-то так там нет. Я, конечно, туда ни разу не заходила. Там по витрине все видно. На витринах все показано. А, решили поехать через центр. Деревья тут высокие. У нас уже, кстати, с городской больницы сняли вывеску. Благодарность врачам этим, которые спасали от этого вируса. Уже сняли. Уже давно сняли, кстати. Наверное, как только карантин закончился, так больше я не видела эту вывеску. Сейчас будем проезжать, я вам покажу. Это у нас дом такой. Ротонда. Колизей. Так, вот это городская больница. И никакой вывески нет уже. И никаких там палаток даже нет уже. Потому что скоро, через две недели, мне идти к эндокринологу. Вот и посмотрим, как там внутри. После всего этого. Наш купол. Сейчас посмотрим, сколько народу сидят в барах, ресторанах, пьют коктейли, апельтивщики. Знаете, сколько много людей сидят на улице с бокальчиками коктейлей всяких. Показала вам центр наш. И поехали дальше. Так, сейчас Грину там наверху, разговариваю со своей мамой. Проблемы, проблемы отца и дети, короче. Потому что проблема с его сыном. А, и мне надо подложить под эти два горшка, под тарелки. Потому что я когда поливаю, всё, потом вылетает, вытекает. Ну, смотрите. Какой дождь был, земля сухая, непонятно. Ладно, сейчас тарелки вставлю. Я сорвала такие два кабачка, они сильно большие. Но я не хочу, чтобы они тоже выросли до огромных размеров. Потому что ещё те никак не можем съесть. Может, огурчики поспели какие-то снова длинные какие. Чё они, не можете ровненькие растить? Чё вы такие неровные, а, товарищи? Кот где-то орёт. Какие-то неровные огурцы. О, там огурчик появился на тех двух, что безогурцовые были. Ну, слава Богу, начали появляться огурцы. Ой, там ругаются, ругаются. Проблемы у нас. Да ладно. Всё будет хорошо. Смотрите, что творится. Какой ветер. И там, смотрите, какая туча. Она как раз над нашим районом, представляете? Не знаю, что там творится. Хорошо, что мы это самое верхнее окошко закрыли, которое на крыше в туалете. Ну, а все остальные окна там открыты. Надеюсь, Никита закроет, если будут сильные сквозняки, будут хлопать. В общем, едем домой, бежим прямо. Так, я взяла, кроме этих двух кабачков, ещё вот несколько листиков салата, двух сортов. Так что на завтра на салат. А то у нас только огурцы и помидоры, и всё. Ой. Так, чтобы салатик тоже добавлять. А, нет, у нас не только огурцы и помидоры, у нас ещё укропчик, петрушка и зелёный лучок. Ну-ка, у нас дождь начался. Вот там, где душат, там наш район. Вот там, наверное, льют. Надеюсь, Никита всё закрыл. Никита только что позвонил, я уже испугалась. Что там творится, наверное. Смотрите, какая красота. Всё нормально, говорит. Говорит, дождя там нет, но сильный ветер над нашим районом. Ну, я не знаю, хотя тушит там такая серая, тёмная. Посмотрим, посмотрим. Решили ехать не через город, а по нашу зале, по второстепенной автостраде, в общем, чтобы быстрее было. Вот, кстати, покажу вам, на каком месте я заглохла. На каком месте умерла та моя машина. Ой, а как же всё-таки красиво вот эти вот облака, в общем. Так, вот здесь прошёл последний путь мой порт. И вот здесь вот я остановилась. Лёшечки, а чёрно, что там тут нет? Мне не хватало, мне не хватало буквально вот здесь, на этом месте прямо. Вот так. Мне не хватало до этой полосы, до этой выездной буквально 3 метра. Да, и всё, теперь форт пошёл на вечный покой. Да, вот там, вот наш район впереди, уже близко. Так, мы пришли. Это снова нас ждёт. Смотрите, какой у нас ветер был, что всё упало. Это моя моя шимочка упала. Забор мой от Томаса для моего огорода. Ещё у нас там солнце выходит. Должна быть радуга. Посмотрим на верхний балкон, есть ли радуга или нет. Где он, Томас, наверх? Блин, тут своё дело. Томас улёгся. Здоровее. А у нас дождик моросит ещё. Вот там, оттуда тоже пришла, с Альписи гор. Видите, как там небо прояснилось, и горы стали видны. Альписки. Субтитры подогнал «Симон»